Уже месяц Чернигов живет с новыми названиями улиц. Несколько человек решили судьбу трехсоттысячного города, даже не поинтересовавшись у горожан, хотят ли они жить на улицах с такими названиями. Кому-то новые названия нравятся, кого-то тошнит от этих названий, но мало кто задумывался о принципах, по которых это переименование производилось. В царской России улиц с именами исторических героев в Чернигове было очень мало. Подобная практика была внедрена в Советском Союзе, когда географические названия, улицы, пароходы и прочие горные вершины стали называться именами видных деятелей партий и революции. Это видно и на примере Чернигова, где улицы, которым вернули исторические названия, сейчас называются, скажем, Хлебопекарская, Ремесленная или Воскресенская, а не Столыпинская, Потемкинская или Казакосерковская. Однако исторические названия вернули не всем. Дело в том, что многих улиц либо не существовало до большевистского переворота, либо их названия были, мягко говоря, неприличны для современного украинского уха, как, скажем, Бедлогонная вот эта вот улица раньше называлась, сейчас она называется улица Новая. Улиц, у которых не существовало, у которых не было исторических названий, нарекли именами героев из украинской истории. То есть поступили так, сходным образом, как поступали в стране Советов. Открещиваясь от всего коммунистического, поступили так, как поступали коммунисты. А разве могли иначе люди, которые рождались, росли и расцветали во времена буйного расцвета социализма, разве могли иначе люди, которые ходили на демонстрации, которые были пионерами, которые кричали «Ленин, партия, комсомол!» и которые восхищались освободительным походом товарища Сталина в Западную Украину? Такие люди могут только вместо красного командира Баженко дать казака Небабу, потому что они работают словно по тем же методичкам Ленина, только в руках у них другие фломастеры. Поменять звезду на трезубец, перекрасить красное в желто-голубое, и карать инакомыслие, ограничивать свободу слова, вешать лапшу с газеты телевизора, требуя жертв во имя светлого будущего, благодаря которому уже нынешнее поколение людей будет жить при полном расцвете коммунизма, будет жить в Европейском Союзе.